Послушание, смирение, хранение, помыслов, воздержание и целомудрие. Именно эти добродетели прославили преподобного Савву Старожевского. Сотни людей собрались в Саввено-Старожевском монастыре на праздник второго обретения и перенесения мощей Звенигородского чудотворца. Литургию совершил святейший патриарх Кирилл. Мы планировали поехать на праздник преображения, на службу, который был в среду. Потом зашли в интернет, узнали, что в нашем любимом Саввено-Старожевском монастыре, оказывается, такой праздник будет в воскресенье. И вот мы, будучи здесь рядом, конечно же, с великой радостью сюда приехали. Мы очень любим этот монастырь и чтим святого Савва Старожевского. В этом году 25-летие возрождения монашеской жизни в обители. Предстоятель Русской Церкви передал в дар в монастырю икону явления Пресвятой Богородицы, преподобному Серафиму Саровскому. Сборники своих проповедей – насильникам монастыря. Савва Старожевская обитель была главной царской обителью, где участвовал он в богослужениях и молился чаще, чем в какой-либо другой обитель. Поэтому значение Савва Старожевского монастыря совершенно особое. В первую очередь для московской земли. Савва Старожевский монастырь вместе строится с Сергиевой Лаврой и Серафима Дивеевским монастырем, находится в числе трех наиболее посещаемых паломниками монастырских обителей. Сегодня здесь особенно многолюдно и торжественно. В завершении службы – святое причастие. С патриаршего благословения прихожане получили небольшие иконы преподобного Савва Старожевского в память о посещении древней обители в этот торжественный день. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.